По франшизе покупают только неопытные предприниматели. Сисяу, конечно, конечно, сисяу. О чем еще мы можем говорить? Индивидуальный подбор белья. Я считаю, это все-таки фишка. Вот честно сказать, я даже не искала связанное с бельем. Меня заинтересовала сама вот эта концепция, сама идея. И с ростом клиентов оно тоже только растет. У нас есть такая уступка, как дистанционный брофитинг. Ну вот это еще одна ценность, которую мы приобретаем именно в бизнесе по франшизе. Нас фактически ведут за руку. Меня это заинтересовало. Потом сама система обучения и меня, и персонала. То есть обучение проходило онлайн. Само понятие франшиза не значит, что за вас придут и все сделают. Оксана была единственным партнером, который мне не задала ни одного вопроса по открытию. Когда я нашла в интернете вот вашу франшизу, не будет миллионных прибыли. Но это нереально. Миллионов в восемь имейте, чтобы это все осуществить самому. У нас такой бизнес, который в принципе как бы он реальный, он основан на потребностях людей. Поэтому никуда это не денется, все это будет. Я смогу предложить клиентам какую-то особенность. Вот сейчас во время коронавируса бесконтактную доставку делаем. То есть курьер приезжает, ставит нам онлайн, оплачет. И вы там меряете хоть три часа. Это все. К нам с простыми случаями не едут. Да. Знакомьтесь. Это мой партнер Министерства на Дону, Оксана. Оксана, очень рада вас видеть. Мы редко с Оксаной общаемся, потому что Оксана настолько заметная девушка. Да, да. Расскажу про… Давайте вы сами про себя расскажете, Оксана. Расскажите, чем вы занимались до франшизы? Так, ну я могу сказать, что я предприниматель уже с опытом, конечно. Это мой не первый, так сказать, бизнес. До этого я занималась, занимаюсь по сей день еще бизнесом по франшизе с ДЭК. То есть у меня курьерская доставка логистической компании с ДЭК. Поэтому бизнес по франшизе мне, конечно, знаком. И я, ну как вам сказать, заинтересовалась бизнесом Ideal Forms, потому что, ну как любой предприниматель, я ищу для себя новые возможности, новые какие-то вложения. Поэтому вот меня привлекла франшиза, Татьяна, ваша. Мне на самом деле очень приятно, потому что часто бывают такие возражения, что по франшизе покупают только неопытные предприниматели, типа нормальный предприниматель, который все знает, сам умеет, во франшизу не пойдет, и зачем это надо, можно все сделать самой. Оксана, вот скажите мне, вот вы, как сказать, у вас, вот сейчас вы уже целый год, считай, работаете под франшизой нашей, а у вас получилось бы аналогичный бизнес организовать самостоятельно? Ну я про себя могу сказать, что нет, я не стала бы это делать самостоятельно. Конечно, ну любой бизнес можно открыть самостоятельно, это зависит от количества ресурсов, времени, навыков. Я не спорю, конечно, можно и самому открыть это все, но, во-первых, это как бы связано и с вложениями, как я говорю, и с временем, и возможностью использовать чей-то опыт. По франшизе мы идем по уже проторенной дороге. И потом я понимаю, что, чтобы такое все самостоятельно открыть, ну как минимум нужно знать все эти особенности и рынка, и брафитинга. Для меня эти все понятия были новыми на самом деле. Я люблю обучаться, мне нравится что-то новое, интересное, и потом я считаю, что целью любого бизнеса, конечно же, является получение прибыли, но если эта цель приносит пользу другим людям, то она быстрее сбудется, будет достигнута. Поэтому вот эта особенность, брафитинг, индивидуальный подбор белья, я считаю, это все-таки фишка, которая есть именно в наших салонах «Идеал Форумс». Оксан, скажите, вот все знают, да, что я веду курс, я обучаю. Расскажите, как вам было обучаться? Ну вот это еще одна ценность, которую мы приобретаем именно в бизнесе, вот в вашем бизнесе по франшизе, потому что нас фактически ведут за руку. Мы можем интересоваться, то есть все вопросы уточнять, как бы мы можем задавать любые интересующие нас вопросы. Обучение проходило онлайн, то есть были уроки, которые в видеоуроке и в PDF-файлах, мы делали домашние задания, то есть я делала, мои сотрудники тоже делали, что немаловажно, понимаете, обучить других людей чему-то. То есть это вот преимущество, которое в этой франшизе есть. Ну и по сей день нас сопровождают. То есть у нас есть чаты, где мы можем делиться друг с другом какой-то информацией, быть в тренде каких-то новостей этого рынка бельевого, брофитинга. Нам все это даете, эту возможность. Ну я считаю это ценностью, на самом деле да, потому что ну просто так вот приспичило открыть салон бельевой. Да, пожалуйста, открывайте. Ну что вы потом будете с этим всем делать, если накупите не того, что надо? И в принципе бельевых магазинов очень много, а вот приложить человеку то, что заставит его сюда возвращаться, не раз еще, это не так просто на самом деле. Поэтому вот обучение у нас, да, обучение проходит по сей день. То есть постоянно какие-то тестирования, и мы проходим, и девочки. Оксана, ну вот скажите, вот вы по обучению, да, спасибо большое. Я думаю, что всем понятно. Ну кто меня знает давно, тот в принципе следит за новостями, видит, как часто обновляет курс постоянно, с каждым потоком появляются новые уроки. Оксана, вот я хочу, знаете, еще вспомнить сам момент вашего запуска. Я расскажу со своей стороны. Когда Оксана меня пригласила на открытие, я, честно говоря, я вообще не знала, куда я еду. Почему? Потому что Оксана была единственным партнером, которая мне не задала ни одного вопроса по открытию. Вообще ни одного. А единственный раз Оксана прислала и спросила, Татьяна, слушайте, мне надо цвета дивана с вами согласовать, я вам сейчас фото отправлю. Я сказала, ну окей, хорошо. Он говорит, ну вот у нас вот такой диван, и вот такие же стульчики будут, спидпуфики. Вам нравится? Я думаю, ну да. Все, как вам так удалось? Ну, я же, как говорится, человек закаленный. Я уже как бы прошла школу обучения со СДЭКом. Поэтому, в принципе, само понятие франшизы не значит, что за вас придут и все сделают. Ну, это нормально как бы. Все материалы даются, бренд-бук дается, то есть все стандарты, которые нужно соблюсти. Но еще немаловажно, конечно, что у меня уже была моя команда, с которой я все это делала. То есть у меня это получилось более-менее плавно и без каких-то вот заминок на старте. То есть муж делал ремонт в офисе, все делал там, дизайн все это придумывал. Девочки помогали там, визитки, все материалы. Ну, то есть мы вот как-то сразу все вместе в это включились и начали работать. Ну, просто если человек без опыта, я понимаю, что он теряется, ему кажется, вот я там 300 тысяч потратил, мне должны тут вплоть до того, что диван выбрать. Я прекрасно понимаю, какие деньги я вкладываю и что я от этого жду. В принципе, франшиза и любая, наверное, франшиза, это алгоритм действий. Это вот то, что другой человек успешно сделал, и у нас есть возможность перенять этот опыт. Вот я вижу это так, в принципе. Ну, у вас очень правильное видение. Наверное, именно потому, что вы так видите, у вас, Оксаны, и получилось. Потому что я хочу от себя добавить, что у Оксаны действительно классная команда. И это очень чувствовалось на открытии, потому что были потрясающе красивые подарки. У меня до сих пор ваши подарки стоят на полочке, я им любуюсь каждый день. Вот, девчонки подготовились. Действительно, было очень красиво. Жанна сделала просто потрясающий стол. Она молодец. Да нет, несложно. Ну, во-первых, как бы у нас площадь не очень большая. Ну, человек 10, наверное, собралось. То есть в основном это были ближайшие какие-то наши соседи, знакомые, наши клиенты по другому бизнесу, которые нас знали. Вот, собственно, и все. Главное, что пришли, мы это все сняли. Ну, то есть ленточку перерезали, что называют. Были у вас продажи в день открытия? Да, у нас были продажи. Было несколько продаж на достаточно приличную сумму. И вот наш бизнес тоже как бы нацелен на информирование женщин. То есть к нам приходят уже подготовленные. Они в Инстаграме читают наши публикации, следят за ними. Уже приходят с ними легче работать, конечно. Безусловно, это не сравнить, наверное, с магазинами, масс-маркетом. И с людьми, которые вот с улицы приходят. А можно, что такой вопрос вам задам? Вот это, наверное, тоже хорошо для тех, кто только-только присобирается на ситуацию. Вот что у вас чаще там покупают? Ну вот чаще базу и покупают. Это то самое бежевое белье. Просто бежевое и чёрное бельё, оно как бы подходит под любую одежду, оно является базовым для любого гардероба. Но бежевое, это однозначно большая часть нужна бежевого, а остальное можно как дополнение. Начать нужно, конечно, с такого, с бежевого, с базового белья для ассортимента, на мой взгляд. Мы тоже постепенно в течение года набирали ассортимент, потому что я открывалась с небольшой матрицей. И постепенно мы вот набрали всякой красоты тоже. У нас ещё такая особенность, всё-таки женщины южные тут любят всякую такую красоту. Да, женщины с очень такими большими. Да, 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 с выдающимися. Кстати, да. Оксана, ещё такой, можно такой вопрос задам? Например, как вообще вы лично относитесь к негативным отзывам? Негативным отзывам о чём? О продукции или о бизнесе? О бизнесе. Ну, я так считаю, чем больше компания, тем она заметнее, чем она на слуху, тем больше негативных отзывов. Это абсолютно нормальное явление. Таких отзывов полно у СДЭКа, что там греха таить. Таких отзывов полно у наших конкурентов. То есть это значит то, что, лишь одно для меня, что люди интересуются нами, как минимум. Что касается по бизнесу отзывов негативных, ну, опять же, в любом бизнесе, ну, как бы, что он по франшизе, что он не по франшизе, нет никаких гарантий, что получится. То есть это нормальное тоже явление. Может, просто люди не совсем, как бы, оценили свои возможности какие-то, неправильно что-то рассчитали, не учли чего-то. Ну, то есть, как бы, это нормальная история просто. Каждый извлекает для себя то, что ценно ему. Ну, про себя я могу точно сказать, что я бы без франшизы этим не занялась. Просто не занялась. Мне так проще и, как бы, и тут действительно очень много ценного, ценной информации. А что касается прибыли, которая, ну, это все может, как бы, наступить не так быстро, как хочется, вот уже надо понимать и вложения, которые мы делаем. Опять же, хочу сказать моим подписчикам, чем наши салоны отличаются от обычных магазинов. Почему надо идти к нам? Что бы вы могли сказать? В реалиях, в реалиях сегодняшней ситуации у нас нет толпы, да? У нас есть вы и есть профитер. Вот, я хотела про команду, про вашу поговорить. Вот, конечно, у нас большое преимущество в том, что у нас индивидуальная запись, да, и индивидуально с каждой женщиной работает. То есть работа брофитера, ну, в зависимости уже от опыта, конечно, там, специалиста, так скажем, то есть у кого-то это может занимать полчаса, у начинающего, там, брофитера, это может заниматься полчаса, в зависимости, конечно, от сложности. Случа, так скажем, да, то есть у женщины разные бывают, бывают очень непростые ситуации, когда приходится работать. Просто к нам, когда слышишь, к нам, как бы, с простыми случаями не идешь. Ну, вот это я тоже всегда на своих мастер-классах рассказываю девочкам, в чем отличие именно салона брофитинга от обычного магазина. Да, ни один колонна, точнее, ни один магазин не будет закупать коррекцию в трех видах. То есть мало того, что там каждая степень, утяжки, да, то есть в каждой степень коррекции, там еще плюс разделение по моделям, и надо, чтобы эти модели друг друга дополняли, чтобы они были в нормальных, в отременных размерных видах. Естественно, в портфеле компании должны быть все марки, где есть нестандартные размеры, да, вот благо мы нашли такого поставщика, кто может нам дать нестандартные размеры, чтобы можно было удовлетворить абсолютно любую женщину, как самую стройную, рокового, сорок второго размера, так и самую королевского размера, собственно говоря, да. Доте мини-эксель, пожалуйста, почему нет, и картеты, и шорты, и брусы, сейчас лето впереди, да бог мы переживем, все эти потрясения, будет лето, будут платья, платья хочется носить, в тех раз вопрос, как не стерить ноги, да, нося платье лето. Это все на самом деле, ну, у нас ассортимент в этом плане больше. И мы больше настроены, знаете, не то, чтобы вам просто продать белье. Да, я всегда говорю, мы не белье продаем, мы комфорт продаем. Да, и именно это меня и привлекло в ваш бизнес, потому что действительно это очень приятно, когда женщины тебе пишут замечательные отзывы, приходят потом. Не просто какие-то тряпочки продавать, да, вот именно делать счастливей женщины. Мне тоже много раз, знаете, говорили, а что вы не открыли логистическую компанию сами? Зачем вы брали там франшизу с ДЭП? Я вот сейчас, вы знаете, просто задумываясь об этом, люди вообще не в теме, насколько это сложно самому сделать. Не так, что вы успешнее вообще-то. Да, если еще почитать отзывы про ДЭП, так это вообще. Да, да, отзывы там вообще, ну, и при этом фирма растет, развивается. А при этом мне не мешает существовать это уже больше 6 лет, быть лидером на рынке. Ну, Лариса... Вот у меня тогда последний, последний вопрос такой будет. Скажите, Аксан, что для вас было решающим фактором при выборе? Вот вы когда выбирали франшизу, вы выбирали из нескольких вариантов, или вот вы просто искали вот что-то, ну, именно с бельем связанное? Вот честно сказать, я даже не искала связанное с бельем. Меня заинтересовала сама вот эта концепция, сама идея. То, что я смогу предложить своим клиентам что-то новое. То есть сейчас конкуренция огромная, всего продается валом. А если я смогу предложить клиентам какую-то особенность, которую еще другие мне предлагают, это будет мое преимущество. И когда я нашла в интернете вот вашу франшизу, заинтересовалась этим, ознакомилась, и, ну, как бы взвесила свои возможности, и денежные, и, так сказать, в плане опыта, в плане какого-то, ну, даже поддержки своей команды, я решила попробовать. Но я понимала, вот честно скажу, я понимала, что у меня за полгода не будет миллионных прибыли. Ну, это нереально просто. Ну, для себя я так это видела. Потому что у меня был определенный бюджет, который я могу потратить. Но, во-первых, я тут научилась ведению бизнеса в Инстаграм. Я этого раньше не знала, не умела, и девочки мои это тоже не умели. Хотя я знала, что это работает, и это, ну, как бы приносит результаты моим многим знакомым. Вот, я знала. Я, ну, когда мы побеседовали первый раз с вашими менеджерами, менеджерами, потом с вами, вот это вот всё было озвучено, как всё это происходит, как будет бизнес строиться. Меня это заинтересовало. Потом сама система обучения, и меня, и персонала, то есть уже как бы за руку ведут. Вот, я не спорю, что есть какие-то талантливые люди, которые, ну, при этом я же говорю, что надо миллионов в восемь иметь, чтобы это всё осуществить самому, на самом деле. Здесь я потихоньку, я так и рассчитывала, что я потихоньку буду набирать оборот. Вот, и, соответственно, и прибыли, которые я получаю, они ожидаемы для меня. Но я вижу, что потихоньку это всё развивается очень даже. Ну, изначально у меня два сотрудника, два брофитера, Ирина и Жанна. Вначале они работали посменно, два через два, да? Два через два работали. Вот, они вначале работали посменно, обе делали примерки, то есть с людьми обе работали. А сейчас Ирина перешла на работу из дома, она больше как бы Инстаграмом занимается. А Жанна сейчас работает каждый день на примерках. Вот такая схема сейчас у нас. Это просто удобнее так девочкам на данном этапе. Ну, то есть, чтобы люди понимали, работа в Инстаграме – это не просто картинки постить. Нет, это очень серьёзная работа. Да, Ирина, она ещё и консультирует дистанционно. Да, да, да. У нас есть такая услуга, как дистанционный брофитинг, и люди, которые работают через Инстаграм, они консультируют дистанционно. Поэтому у Ирины, у неё вообще, по-моему, ненормированные рабочие деньги. В общем-то, да. И с ростом клиентов оно тоже только растёт. Но мы надеемся, что оно будет расти, и доходы наши тоже будут расти. Я надеюсь, что у нас сейчас всё выравнится. Ну, в любом случае, что-то изменится. Но, в принципе, продажи идут. Я сколько так с разнородом разговариваю, говорит, Таня, я не перестану одеваться. Я всё равно буду носить бельё. Конечно, нет. Если вдруг я скажу, нет, я не буду носить. Нет, у нас такой бизнес, который, в принципе, как бы, он реальный, он основан на потребностях людей. Поэтому никуда это не денется, всё это будет. Я вот ещё хотела сказать, что мы тут у себя в салоне практикуем доставку вызов брофитера на дом. То есть это удобно иногда женщинам, которые в декрете с малышами сидят, не могут по магазинам ходить. Делаем доставку до двери. Вот сейчас во время коронавируса бесконтактную доставку делаем. То есть курьер приезжает, ставит нам онлайн, оплачет. Тоже такое мы делали. Ну и, конечно же, учитывая то, что у нас под боком, так сказать, родственное предприятие СДЭК, мы делаем доставку с примеркой по всей России. Там даже у нас пункты там оборудованы примерочными, но можно ещё арендовать, ну то есть немного доплатив, можно сделать так, чтобы курьер приехал к вам домой, и вы там меряете хоть три часа, это всё, и как бы он будет ждать. Вот такая тема тоже есть. Ну классно. Поэтому мы используем все ресурсы наши, которые у нас есть. Ну вы молодцы, девчонки у вас молодцы, у вас хорошие и до, и после. Да, это такое. У нас есть контроль качества внутри компании по этому поводу, поэтому я могу сказать, что у Оксаны всё хорошо работает. Были вначале, ну они весь у всех, какие-то вот, ну, сомнения, страхи, ну это абсолютно нормально. Да, ну вот сейчас хочу сказать, что девчонки действительно научились, они молодцы, и хорошо подбирают, хорошо работают, и отзывы пишут о вашей работе хорошей, и мне лично пишут, есть и мои клиенты, которые ходят к Оксане, поэтому всё отлично. Всё подсказываю. Всё, всем хорошего вечера, спасибо большое, Астан, счастливо, но мы с вами не прощаемся, мы с вами будем всегда на связи. Всё, всем счастливо, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok